Когда идет амплитуда, еще и физиологическая, не только импульсная, что ты знаешь, какую ноту петь, пошло завышение, пошло чуточку завышение, что точно знать, поспокойнее, сейчас тебе физика твоя помешала, нотка была чуть завышенная, нет основа, тоже самый ход, нет оснований для печи, все время идет этот же самый ход, еще разок. Смеется мир безвесен, но даже если дождь идет с утра, надо, если люди точно знают, где доставаний для печали, завтра все будет лучше, чем вчера. Проснись и манаски, зимой, попробуй в жизни платья, и выпускать улыбку из открытых глаз. Смотри, смотри, никто не дает, не говорит тебе, сколько тянуть, это твое дело. Дать улыбку из открытых глаз, глаз. Ты можешь не тянуть ее, можешь не тянуть ее. Хорошо. Так что смотри. Все хорошо, вот этот ход снизу наверх. Ага, это вот, который с йодликом. Да, который с йодликом. Ну-ка давай-ка мы сейчас еще разочек на ней поработаем. Какая там строчка, какие-то слова попадают. Проснись и манаски, попробуй в жизни хоть раз, и выпускать улыбку из открытых глаз. Из открытых. А, кто же это, ноточка? Из открытых глаз. Ты знаешь, если ты выучишь точно эту мелодию, ты дашь понять комиссии, что у тебя очень хороший слух. То есть то, что ты выучил, а точно выучил, это невероятно сложная по интонации песни. Она очень сложная. Потому что хроматизм, вот эти вот постоянные полутона, они не всем даются. А если... Открытый. Из открытых глаз. Пускай капризен успех. Вот пускай. Да, вот и он выберет. И вот здесь уже. Ну-ка, поем эту строчку прям. Пускай капризен успех, он выберет. Вот, смотри. Эдин успех, он... Вот подтягивай ее наоборот. Да-да-да. Прямо вот так. Пускай даже будет мордаха какая-то непонятная там. Вот совершенно все равно, но тебе нужно сохранить высокую позицию. Призен успех, он выберет. И мы идем, мы не сидим здесь. Он, вы, о. Вот эта артикуляция, о. Ты видишь, как опускается сразу челюсть, и звук проваливается. Да, вот и он. Он выберет. Мы сразу идем туда наверх. К верхней нотке. Мы к ней стремимся. Он выбирает из тех, он выбирает из тех. Мы не сидим здесь. Он, вы, он. Здесь нет фундамента. Он выбирает. Мы туда идем. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может. Да? Вот так. Высокая позиция, не сидим, Алина. На нем кулисах, открытый глаз. Пускай на призен успех, но не сберегает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Пой, засыпая бой, мы с небес не сей бой. Ну, ты же молодец. Ну, ты посмотри, как ты сейчас спел. Аккуратно. Ты сама поняла или не поняла? Да, я просто стараюсь. Ну, да правильно ты стараешься. Ты позицию держишь. Правильно ты стараешься, потому что это потом, когда ты будешь работать, это войдет в привычку. А сейчас ты именно стараешься, чтобы сюда не вывалить. Это было очень аккуратно. Было очень аккуратно. Прямо с самого начала. Давай. Закон-то, но и трестен, не интересен мир без песен, но даже пусть спит, дождь идет с утра. И надо, что люди точно знают, не подставать, не обещали, завтра все будет лучше, чем вчера. Проснись и лимон, проснись и лимон, попробуй в жизни хоть раз и выпускать улыбку из открытых глаз. Проснись и лимон, Проснись и лимон, попробуй в жизни хоть раз и выпускать улыбку из открытых глаз. Давай, Роня! Не допускать улыбку из открытых глаз. Ну, посиди, прямо остановись на ней. Не допускать улыбку из открытых глаз. И нам еще одна проскакивать. Ну, давай еще разучить припев. Проснись и лимон, Проснись и лимон, попробуй в жизни хоть раз и выпускать улыбку из открытых глаз. и здесь тоже... Там что идет? Пускай, пускай! На одной ноте идет? Пускай или пуск... Нет, там идет выше. Пускай... Так ты сейчас одну поешь. Пускай, капри, пускай... Либо пускай, капри, пускай, капри, или пускай, капри... Надо пускушать. Вот округлее-то карандаш там. Есть карандаш? чтобы у тебя, чтобы ты поработала на тебе сигналочку, интонацию, что пускай капри, пускай капри, или что там, что там. Это надо вывести на успех, тогда надо точно петь, потому что когда вокалистка сомневается, она вот и начинает, что там петь. Еще разочек припев. Снези мой, наснези мой, попробуй в жизни мой взрослый, чтобы пускать улыбку из открытых глаз, пускай капри, или что там, что там, что там, что там, что там, он выбирает везде, кто может первым посмеяться над собой, он из-за споя бой во сне проснет. Все позабыть, что не давалось, то упало, то пропало, все будет все обратно и вернуть. Вроде не дал и нет обратно, но сейчас невероятно, и сзади тебя опять произойдет. Прости, сзади мой, просни, сзади мой, обрежь мне в жизни мой взрослый, и выпускать улыбку из открытых глаз. Все, молодец, умничка, харизма вообще, вот это все, это все замечательно. Да, это очень тяжелая песня. Зато приятная работа. Нет, зато ты же показываешь еще свою выносливость, милая моя. Я понимаю, что этого не требует на экзамене, как бы брать такие сложные произведения. Твоя была. Да, мне она нравится. Но она замечательная, дело в том, что ты всегда на любом концерте сможешь ее спеть, потому что она прекрасная. Мало кто поет сейчас эти песни, а они вечные эти песни. Как же все-таки ходят. Не выпускать улыбку из открытых. Как она такая же, она характерная такая ноточка. Ее прямо нужно очень вычистить. А там, где мы с тобой подчеркнули, там все-таки две одинаковые. Ты сейчас пела чисто, ты сейчас пела хорошо. В общем, надо... Хать улыбку из открытых. Хать улыбку из открытых. Прямо становись на ней. Хать улыбку из открытых. Видишь, она... А ты как бы ее немножко низи. Хать улыбку из открытых. Да, она светлее. Она светлее. Давай еще раз припев и на финал. А перья не стукнула, я же тебе не обрезала ее. Все, дай ее. Простите, ой, просите, ой, попрекла жизнь. Простите. Молодец! Пускай капризик успеет. Он выбирает везде. Но может, первый бы смеялся над собой. Пусть за свою роль во сне проснись и пой. На-на-на-на-на-на-на, на-на-на-на. Известики интересен мир без песен. Но даже если дождь идет с утра. Надо, чтобы люди точно знали, точно знали, наоборот, понимаешь? Ты ее поешь, все, но ты немножко туда поддаешь, она улетает, она улетает, еще раз последнюю, вот следи за ней, она очень часто у тебя завышается. Первый куплер здесь уже идет, пошли, первые слова. Компания, но мы засыпали в бой во всем российским поем. Первый. Это запись, как новое звезды, в тени все в мире безвесен, на душе весь светов ждет с утра. Надо, чтобы люди точно знали, точно знали, надо, чтобы люди точно знали, точно знали. Да, прямо вот ты ее завышаешь. Потому что я теперь на улыбке пою и колено... И она тут все, понимаешь, тут все, и на улыбке поешь, и скорость идет, и харизма твоя, я говорю, все это, все это как бы вот дает, вот ты ее подкидываешь немножко. Надо, чтобы люди точно знали, нет оснований для печати. Тебе, у тебя здесь идут две вот эти вот, вот, вот эти полутоновые, спой сейчас песок, поджи папку. И прямо, прямо спой. Вот просто два раза одинаково, поем. Прямо. Пошли. Да? Тебе просто нужно по кругу проехать. Одинаково, еще ручка. Вот второй раз более уверенно. Да, по аттрактору, по Павелькину, тебе абсолютно не надо. Теперь со словами. Надо, чтобы люди точно знали, нет оснований для печати. Осветлить нужно немножко тоже, ну давай с фонограммкой. Ты понимаешь, что они одинаковые, они клонируются, а ты немножко там, прямо не туда. По зрению, блин, с первыми словами. Это закон, давно известно, неинтересно, мягко в связи, но даже если дождь идется так. Молодец. Надо, чтобы люди точно знали, нет оснований для печали. Завтра все будет лучше, чем вчера. Проснись и больно, смесь и поймать, робот, жизнь хоть раз. Не выпускать улыбку и закрытый план. Пускай на третьего вспех, он выбирает везде. Кто может первым по сне, а сам и с собой. Боже за зимой, а в бой во сне, просни зимой. А тут обрезаем нечего. Все, ладно, теперь разы спели. Ну и хорошо. Ну и ладно. Ну и хорошо. Ты пойми, что если остановят, ну скажешь, да, достаточно, все будет понятно. Остановят, значит остановят. Попробуем все равно сейчас частушки. Давай попробуем. Или Эдельвейс хочешь попеть? Эдельвейс, если надо, попробуй. Нет, давай, давай Эдельвейс попоем. Поэтому сейчас не обещаю, что будет очень чисто. Понимаешь, приковывает прямо, вот приковывает твоя энергетика, твоя искренность при поднесении. Очень приковывает. Это очень важно. Для обучения в таком вот учебном заведении здесь никак нельзя безэмоционально. Но у нас не математика. На это смотрят, кстати, они отдают этому какое-то предпочтение? Конечно. Это хорошо. Они отдают предпочтение, конечно. И в данном случае, понимаешь, здесь важно не то, что там, здесь можно переиграть, но важно не доиграть. В золотой середине тебя будут учить, понимаешь. А здесь ты приходишь, ты чистый лист. Ты приходишь поступать для того, чтобы приобрести навыки, умения, все вот это. Это же все будут учить, впереди будут 4 года учить. Поэтому здесь как раз не нужно себя в коробочку складывать. Лучше наоборот раскрепоститься и отдаться полностью. Так, у нас есть две фонограммы, какая из них все время я не купила. У нас тут, по-моему, первая, которая была. Да, я сейчас попробую. Сейчас посмотрим. А если я приступлю на народное, то вы мне будете вести что-нибудь? Я буду вести у тебя актерское мастерство и режиссуру. Я на народном отделении иду. А если я буду на какое-нибудь другое отделение, вы там уже не будете? У меня двери все время открыты, ко мне ходят с разными курсами. Я знаю. Студенты все время приходят и на уроках выбывают. Сейчас, дешево. Так вот. Так что все хорошо. Что-то микрофон выкручен на пол, но я понять не могу вообще. Ну, пробуем. Единственное, что, смотри, сразу обратят внимание, как держит микрофон. Вот либо так, либо как-то так. Нет, ты вообще рукой его возьмешь. А, ну вот это вот постоянно. Я не могу привыкнуть к этому. Вот надо привыкнуть. Просто, чтобы не было никаких там... Нормально держи, это тоже своего рода опора. И стоять на две ноги, например, все. Но я сейчас уже особо все... Иногда бывает так, что певец пристраивает как бы себя. Мне главное, чтобы звук был, все это. Конечно, певческую установку, когда ты опираешься на обе ноги, как бы все, и микрофон ты держишь, тоже опора, как бы тебе не показалось. Он должен быть просто взят нормально рукой. То есть, не пальцы там, вот это вот, все. Это, я не знаю, я говорю, это интерьер, мы привыкли так. Я не знаю, но на все смотрим. Понимаешь, к этому никто не будет придираться, и никто не занижает за это оценки. За это никто не занижает оценки. Твое творческое испытание состоит не в том, как держать микрофон, или как стоять. Конечно, ты должна соответственно и одеться, и подготовиться, и быть здоровенькой, и постараться до экзамена пощадить себя в плане там режима, сон, питания, чтобы голос позвучал, чтобы все-все-все было хорошо в этом отношении, поберечь себя. Но все равно, как бы, зачем повод для разговора? Вот будут сидеть там, вот в комиссии люди, лучше не давать никакого повода, поэтому... А вы тоже не будете сидеть? Я пока не знаю. Не знаю. Я все жду. Ну, нам же не дают бюджетных мест, поэтому... Пою. Угу. А что так провалишь? Смелее, смелее. Все нормально. Еще разочек, вступление немножко. Так, стоп, смотри, что с этим делать? А ты только то же самое провалила. Смотри. Просто держат... Вай-се-дэй, вай-сэ, вай-сэ. Смотри, вот ты здесь. Это называется вивческая вокальная позиция. Вай-сэ-э. Какое там слово дальше? Вай-сэ-э. Смотри. Клади папку. Вай-сэ, вай-сэ. Где А, там Э. Хоть и сменилась нота, она ниже, но ты поменяла все. Все. Так вот этого делать просто не нужно. Это так ужасно. Но это ты же учиться будешь. Поэтому ты по тому и пришла, но под это еще разочек поем. Молодец. Смотри, не хватает пекалия. Маша. Ты бери. Это разные слова? Да. Ты английский знаешь? Да. Мы можем разорвать? Да, конечно. Ну, значит, рвень. Но только оправдывай. Темп медленный. Просто очень медленный темп. Надо сдвинуть. Постучи мне, я сдвину темп. Хорошо, я прошу него. Я сдвину темп, потому что, ну, это слишком, понимаешь? Все это. Я его сдвину. Что такое опять? Собачки. Как вас выключить? Чуть-чуть побыстрее будет, мне кажется, проще будет. Ну, так будем побыстрее. Но зато сейчас у тебя сложности. Ты можешь поработать над фразировкой. Органично набирай механией. Не волнуйся. Все хорошо. Смотри, что ты. Смотри. Ты стартанула. И пошла. А куда ты пошла? У тебя. Держи. Может чуть повыше? Все здесь. Все вот здесь. Все вот здесь. Ты идешь туда. Ну, как вдох. И пошли сразу. Все хорошо сейчас было. Сейчас было хорошо. Вот ты берешь ноту. Почему она может убежать? Вот, ну, как бы звук. Звук. Мы же его держим. Держим на охоре. Ты уже знаешь. На диафрагме. То есть мышца. Она нам помогает. Но у тебя фраза идет куда? К А. К А. Ты должна взять в такой динамической амплитуде, чтобы тебе было куда идти. Вот смотри, сейчас тебе медленно. Вот я сейчас медленно разбила тебе. И с каждым разом я увеличила что? Громкость. Ну, говоря про самым языком. Громкость. Понимаешь? Поэтому ты не можешь никак идти в обратку. В обратку идти нельзя. Да. Только туда. Только вперед. Шаг назад – это смерть. Как там у нас говорят. Ты не взяла дыхание. Но тебе еще пеет. Да. Бери дыхание. Так, кто ж не дает-то, а? Дыхание. Мы сдвинем, конечно, ты не будешь. Ты не будешь там дышать, потом нельзя тоже разорвать их. Я бы здесь взяла. Это разные слова? Да. Поставь цезуру там. Ага. Да. Где это место? Да. Нет, дыхание. Дыхание. Цезура вот так рисуется. Птичка. Ага. После чего ты, да. После чего ты, да. Дыхание. Только там потом ритмически изменится. Потому что ты же время. Да, я просто для себя вспомню. Как правильно поем? Два. Ну а где? Я поднимала «may you». И там. Ну так это слово. Подожди. Слово здесь вот. А, перед сном. Нет, это отдельное слово? Да. Я ничего тут не... А, так оно, видишь, у тебя ни одной строчки написано. Да. По идее, фразировка, когда будешь работать, она должна быть все, поэтому я не так понимаю. Тогда вот здесь. Тогда вот здесь. Ага. Тогда вот здесь. На. Хорошо. Тогда вот здесь. Прямо птичку рисуем. Акапельно поем. Два. Два. Это в том случае, если вот в таком тэпе, если она не исказится, если мы оставим такой медленный тэп. Поэкспериментируйте. Я буду пробовать просто ее ускорить, но может качество просто в другой степени упасть. Все это. Все главное, чтобы это было органично. Сама с поясом словами. Нет. 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 Все, поняла? Поняла? Нет. Я оторвала что-то? Слово оторвала? Нет. Ну так вот тогда берем. Еще разок. Нет. Нет. Я оторвала что-то? Мы ритмическую пульсацию немножко изменяем. Это называется «оргоника». Поем еще разочек с музыкой. Сначала? Нет. Сейчас будет вот эта часть. Микрофон поясни. Микрофон поясни. Молодец. А где перед «Форел»? Стишку рисуй. Там тоже надо брать дыхание. Такую же птичку пей. Да. Вот так. Эти птички. Это тебе дыхание. Еще разок поем. Бридж поем. Микрофон поясни. Дыхание. Еще разочек. Еще. Ничего-ничего. Поехали. 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 Дыхание. Дыхание. Всего три минуты. Вот перед тем, как брать дыхание, смотри. Вот мы рисуем цезуры, и вокалистка смотрит, мне надо брать здесь дыхание. Ты всегда успеешь взять дыхание. Предыдущее все равно допеваем до конца. Ты успеешь. Ты успеешь. Как бы ни казалось. Это «Ой-ой-ой, не успеешь». Это неправильная мысль. Мысли неправильные. Еще разочек поем. Это уже часть. Поехали. Просто надо это переучить. У тебя одна рука. А что, а как ты пела? А я просто... Ну ты сейчас правильно спела? Ты сейчас правильно спела? Да. Перед «Форевер» возьми нормальный вдох. Покажи мне это. Нет. Чувственный. А что, 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 а что. Насезгда? Поехали? Благодарю. Поехали. Дальше поем. Это я пою. Нет, здесь нельзя рвать. Все, и тебя больше никто не попросит уже спеть. Вот ты спаешь, что это вот сейчас, и ты все. Но тогда здесь берем. На, рисуй. Так, последний двум получается. Это ты что, рисуешь что? Я последнюю, последнюю. А. Да. Нет, не перед одним словом forever. Да, вот здесь надо взять. Вот здесь. Да, да, да. Поем акапелла со словами. Пошли. И. И тебе хватит. Еще разочек? Еще раз. Одна и та же нота. Подпиши. Одна и та же нота. Это все одна и та же нота. Вот где подъем начинается. С какой фонемы начинается подъем? Нет, не с forever. Вот с этой вот. Пошел подъем. И вот так рисуешься. У тебя нет музыкальной школы? Ты можешь рисовать себе. Чего угодно там. Лишь бы ты все. Еще разочек. Дэ. Нет, уже не видишь. Еще разочек. И держи свою партию поем. Два. Ну что мы будем? Поем. Почему? Понятно. Если ты на дирижерской хоровой поешь, вот кто-то захочет тебя проверить, насколько ты держишь свой на дирижерской хоровой. Да. И она вот воткнутся. Понимаешь, такое может быть. Да. Такое может быть. Просто чисто проверить, как диагностика. Ну ты же знаешь тему свою? Ты поешь ее? Да, я не знаю, почему я не могу соединиться. А что соединиться? Ты свое. Пой и сливайся. И сливайся со мной еще раз. Два. Два. И уши нельзя стыкать. Нет. Нельзя делать еще разочек. Одна и тоже нота. Одна и тоже нота. Пошли. Поняла? У тебя. И дыхание перед ней. Да. Я бесполезна. Почему бесполезна? Ты же спел один. Еще дочек два. Да? Да. Если ты так сконцентрируешься. Поем в ритч. Ты, что ты так сконцентрируешься. Ты, что ты так сконцентрируешься. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 И вверх должны подряд. Зрительно просто у тебя, у тебя все подряд. Вновь тебя. Вась, эдель, вась. А за первый раз. Ты идёшь вниз. И секс у нас такой заканчивается. Поняла? Да. Это просто надо поработать. Оно тебя сбивает, потому что за первый раз ты поёшь так, а вот за вторым раз ты должна подняться. Да, а я наоборот. Ты должна подняться. Ещё разучишь, Орёл? Угу. В закрепии пока нет, Юли. У нас есть время. Егор и я наоборот. И я наоборот. И я наоборот. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»